Капитальный ремонт начался еще в 2015 году. За это время произошли кардинальные изменения. Обновление зала, благоустройство читальных мест. Все это нужно для того, чтобы жители города чувствовали себя комфортно. На ремонт библиотеки и на приобретение оборудования. Администрация города выделила порядка двух миллионов рублей. На эти средства заменили старые деревянные окна на современные пластиковые. Капитальный ремонт выполнен на современном уровне. Мы сделали перепланировку абонемента, открыли новое книгохранилище. У нас по-другому смотрится уже читальный зал. Здесь будет создан зал делового общения для деловых людей нашего города по инициативе от главы администрации Бориса Владимировича. Для нас тоже это большой плюс. Мы будем внедрять свои новые услуги. Все, что связано с нашими пользователями. Бесплатный доступ к интернету, сканирование, ксерокопирование документов, набор текста. Все это не просто какой-то компьютерный салон. Это теперь так будет выглядеть городская библиотека. Этот информационный отдел сможет посещать любой желающий. Для тех, кто с компьютером пока на «вы», помогут разобраться сотрудники библиотеки. Сейчас у нас зал делового общения открыт. И мы будем читателей готовить работать на компьютере, скажем так, помогать им, в особенности пожилым людям, людям социально незащищенным. Но основной у нас контингент инвалиды. То есть, ну и всем желающим, конечно, нашим читателям. В ближайшем будущем планируется купить дополнительные компьютеры. С появлением полноценного информационного отдела библиотека станет более посещаемой, говорит ее директор. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.